Итак, мы продолжаем наш второй сет шейно-вартиковой зоны. В первом сете мы проработали лопатки, крылья купидона сделали. Вот все увидел сюда, остается ли таз. Теперь переходим к более верхней части, вернувшись назад таким методом, что художник стирает картину. Вот наши руки остались здесь. Растираем теперь все мышцы. А они, честно говоря, от черепа идут ременные мышцы прямо до пятого-шестого позвонка. Вот отсюда начинают, да? Быстрый-быстрый-быстрый-быстрый-быстрый-быстрый. Череп растерли. Трапеции растерли. Включаем предплечье. Потихонечку вот уже все локти пошли, да, предплечье пошли. Вот у нас. И запускаем ракеты. Вот тут находятся шахты, да? И наша рука, так ракета взядают вверх, приподнимая трапецию. Вот видите, оп, подняли вот так. Ракета С-500. Переходим, вес тела переносим на одну ногу. И теперь по половинке прорабатываем, да? Опять инвертируем ухватом. Как можно выше берем. И до плеча. Ну, например, как бонус я обычно использую. Говорят, что человек плеч не заказывал. Да, я ему дополнительно еще и плеч растер. Вот два-три прохода такие быстрые, нагричные, сделали. Далее все эти мышцы берем под прищепку, зажимаем. И растягиваем. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Трапецию тянем. Потом вдоль ее растягиваем. И переходим на другую сторону. Растерли. Согрели, то есть, да? Поперечно растянули, размяли. Продольно размяли. Теперь все вместе размяли. И теперь эту трапецию мы расслабляем тряской. Захватили вот так вот. И протрясли. Вибрация так в одну сторону, в другую сторону. Это вот мелкодробная вибрация такая, да? И можно посильнее вот так вот. И кулаки стоят прямо вот здесь. Теперь впиваемся прямо в тело, в трапецию. Даже можно вот зайти назад, чтобы вот прям упор был, да? Мощно вот мы прям в него. Всю шею проходим до черепа. И теперь костяшками. Ну, спрашивайте, кто терпит, тому делаем. Да? Кто не терпит, тому просто послабее делаем. Разрезаем как бы вот всю шею, как колбасу на колбаски такие, да? Таким образом разделяем позвонки шевиные на части. Растерли. И теперь рука превращается в шестеренки. Снизу поднимаем эту мышцу. Должно быть ощущение такое, что вот мой раз, два, три, четыре, да? Весьма вздрагивает. Ни в коем случае не вниз делаем, а только вверх. Вот раз, проход два, проход три, проход четыре, проход. И обратно в сторону. Лапа леопарда остается, но мы теперь продольно упираемся в череп. И натягиваем, и еще раз продольно упираемся в череп. Если бы у первых было так, было бы более болезненно, чем вот так вот. Вот в такой плоскости все-таки мы обхватываем череп. Видите, более пологого вот уперлись. И натянули на себя, продрожали. Вот так вот. И отпустили человека. Далее, если все-таки болит или натянут какая-то вот мышца, допустим, элеватор вскапывался, да? То тогда мы ее берем отдельно и прям вот отделяем от отростков с поворотом головы. Вот на растяжение, видишь, в сторону. Раз, раз, раз. Вот такая отдельная проработка до места ее крепления. Вот. Тут бывают прям очень жесткие места. Туда можно прям вот залезть пальцами. Прямо вот там вот глубоко это все проработает. Где крепится уголок лопатки в него. И сбоку от него вот как бы под лопатку залазим вот прям туда. А у некоторых людей это прямо такое очень болезненное место. Для симметрии, естественно, незабываемо противоположную сторону сделать. То есть у кого проблема с одной стороны, да? Мы делаем с одной стороны. Для здорового человека делаем симметрично. Вот. Опять натянули. Провибрировали. И дальше мы перейдем к цвету номер три. Это волосяная часть головы. Точки и так далее. Но об этом будет в следующий раз. Будет вам сюрприз. До встречи. С вами был Олег Калав Гудвин.